С вами программа День города. Марина Ковиссарова в студии. Здравствуйте! Смотрите в ближайшие 15 минут. 3,5 миллиона. Именно такую сумму задолжал государству случайно остановленный на посту ДПС для проверки документов автолюбитель. Безбарьерная среда. Комфорт для людей с ограниченными возможностями здоровья в городе, который долгое время был мифом, теперь становится реальностью. Прогулка по Солодче. Незнакомые факты и неизведанные места жемчужины Рязанского края в материале нашего корреспондента. Вакцинация как метод профилактики опасных инфекционных заболеваний применяется уже почти два века. Тем не менее, в последние годы люди с опаской относятся к этой процедуре. Вакцинация в нашей стране не является обязательной. Окончательное решение каждый принимает самостоятельно, взвесив все за и против. В фармкомпании Форд сегодня рассказали о современных вакцинах, их влиянии на организм и провели вакцинацию сотрудников. С наступлением холодов в свои права вступают ОРВИ, грипп и другие заболевания. Чтобы защитить себя от неприятных симптомов и плохого самочувствия, каждый выбирает свой способ повышения иммунитета. По мнению специалистов, на сегодняшний день не существует иной, столь же эффективной защиты организма от опасного инфекционного заболевания, как вакцинация. Современный препарат, который выпускает компания Форд, это Ультрекс, обеспечивает максимальную защиту от тех штаммов вирусов, которых есть. Получаемые титры после вакцинации в несколько раз превышают нормативы и обеспечивают долгосрочную защиту в течение всего эпидемиологического сезона. Активное участие в реализации программы иммунопрофилактики гриппа в эпидемический сезон 2016-2017 принимает биофармацевтическая компания Форд, профилем которой как раз является создание и производство вакцин для профилактики так называемых социально значимых инфекций. География – это все регионы Российской Федерации. В частности, в рамках существующего госзаказа мы поставляем во все регионы Российской Федерации детскую вакцину против гриппа. Еще до начала периода, на который приходится пик заболеваемости, компания Форд успешно завершила первый этап поставки вакцины Ультрекс для профилактики гриппа среди детей. Сейчас завершается второй этап поставки вакцины Сови Грипп. А для тех, кто сомневается, стоит ли делать прививку, сотрудники компании ручаются. Высокую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцин обеспечивает применение инновационных технологий в процессе производства. Безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья – больше не пустой звук. В городе создаются все необходимые условия для комфортной жизни инвалидов. И если до недавней поры встретить представителей этой категории граждан на улицах было почти невозможно, то теперь доступная среда позволяет инвалидам быть полноценными членами общества. Ирина Ковалева далее. С началом сезона все рязанские театры распахнули свои двери для зрителей – больших и маленьких, таких, как мы с вами, и совершенно особенных – людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, во время масштабной реконструкции, рязанский областной театр «Кукол» был полностью оборудован для маломобильных граждан. Пандусы, лифтовый подъемник, специальные места в зале – все это сделано для того, чтобы именно эта категория зрителей чувствовала себя здесь комфортно. Мне кажется, это вообще очень важно. Неприменимо только к искусству, к театральному искусству. Это очень важно. Безбарьерная среда. Вроде бы уже так все привыкли к этому словосочетанию. Но действительно, ведь раньше, вспомните, мы этих людей практически не видели и думали, что у нас все хорошо, что их нет просто. А они просто находились дома, они не могли выйти буквально из своей квартиры. Сегодня на премьерный спектакль «Золушка» в Рязанский театр «Кукол» пришел Дима вместе со своей бабушкой и младшим братом. Места для них подбирали таким образом, чтобы мальчику было комфортно смотреть представление. Ведь у Димы очень низкое зрение. Проблему обнаружили, когда мальчику был годик, но, к сожалению, полностью вылечить Диму не удалось. Он так-то стал близко. Были носить игрушки, фантики. И вот я чего-нибудь близко. Ну, обратились к врачу и в два года нас определили, что у него высокая миопия, высокой степени. Вот. И нам дали нас больницу, Семашка. Там нас всех обследовали, дали инвалидность, детство он получил. И вот теперь мы каждый год, в год два раза мы лежим в Семашке в больнице. Дима перенес уже две операции, в результате которых зрение немного улучшилось. Но он все равно не обходится без специальных очков. Благодаря им Дима смог насладиться яркими спецэффектами и игрой актеров театра. Мне все понравилось и было очень хорошо. Диме вдвойне был интересен спектакль, так как мальчик сам играет в школьном кукольном театре «Петрушка». Вообще Дима очень активный. Он посещает огромное количество кружков и увлекается спортом. Ну, я занимаюсь футболом, шашками, плаванием, художественным чтением. Больше всего мне нравятся шашки. Он уже не раз участвовал в областных и всероссийских соревнованиях по шашкам, где занимал призовые места. В общем, мальчик не чувствует, что он чем-то отличается от других детей. А бабушка отмечает, что с каждым годом им все больше уделяется внимания со стороны государства. Во-первых, он ездит каждый год на юг, поддерживает лечение. И с каждым годом лучше, лучше и больше к нам внимания. И они не так уже не считают себя, как говорится, что они инвалиды. Находят среди всех. Вот он играл, был и конкурс недавно в связи с 121 годовщиной. Есенина был по осеннему шепчат листья. Он принимал среди всех. Там не было инвалидов. Там были... Категория у него была от 12 до 17. Там были с училища. В основном были с Питера, с Москвы. И он сам занял лауреата. Эта улица мне знакома. И знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома опрокинулась над окном. Были годы тяжелых бедствий, годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское детство. Вспомнил я деревенскую синь. Однако нужно понимать, что безбарьерная среда – это не только специальные приспособления, обеспечивающие определенный комфорт людям с ограниченными возможностями здоровья, но и отношение к этой категории граждан окружающих. Все чаще мы видим их на улицах, в библиотеках и театрах. И в наших силах сделать так, чтобы им было не только удобно, но еще и приятно находиться вне стен своих квартир. Сотрудники госавтоинспекции продолжают ловить должников. Совместная работа инспекторов ГИБДД и судебных приставов в этом направлении ведется уже давно и приносит свои плоды. Сегодня на Солочинском посту ДПС, к примеру, остановили водителя, за которым, как выяснилось, числится долг в 3,5 миллиона рублей. На месте событий побывала Галина Ершова. Штрафы за нарушение ПДД, непогашенные кредиты и долги физическим лицам. Сегодня на посту ДПС задержали мусоровоз, владелец которого должен 9 миллионов 900 тысяч рублей. Автомобиль принадлежит юридическому лицу, предположительно хозяину автобазы. Обнаружить нарушителя удалось в ходе совместного рейда ГИБДД и судебных приставов. Еженедельно удается задержать до 10 нарушителей. На сегодня поставлен рекорд по сумме задолженности. На постоянной основе последнее время проводятся профилактические мероприятия сотрудников госавтоинспекции совместно с судебными приставами. На стационарных постах выявляются водители, которые имеют большую сумму задолженности, более 10 тысяч рублей. При этом судебные приставы вправе оформить на месте изъятие транспортного средства, если оно принадлежит физическому лицу. У владельца мусоровоза есть 10 дней на погашение задолженности. В течение этого времени машина будет находиться на ответственном хранении у представителей банка. В противном случае автомобиль будет конфискован. Всего в Рязани числится более 75 тысяч должников. Вычислить их удается благодаря 78 камерам видеонаблюдения, установленным по всему городу. На помощь сотрудникам также приходят мобильные приложения «Безопасные дороги Рязани» и «Мобильный розыск». Нам поступают сведения о том, где проехал нарушитель. Мы с сотрудниками ГИБДД останавливают автотранспортное средство. Мы еще раз перепроверяем, действительно ли у нас в базе данных имеется данный должник. Человек может оплатить задолженность на месте. То есть по квитанции у него принимаются денежные средства в сумме задолженности. Либо, к примеру, если человек едет на каком-нибудь Мерседесе, и у него сумма задолженности всего-навсего 20 тысяч, естественно, Мерседес арестовывать не будем. Но мы вполне можем арестовать у него видеорегистратор, например, магнитолу, либо запасное колесо, как вариант. К числу задолженностей в первую очередь относятся штрафы, выписанные за несоблюдение правил дорожного движения. Реже встречаются задолженности по выплате кредитов, алиментов и займов. Основная задача рейда – напомнить людям о необходимости своевременного погашения долгов. Ведь ездить с чистой совестью и не бояться за свое имущество намного приятнее. Уникальное место, с которым рязанцам поистине повезло – Солодча. Здесь в любое время года любят отдыхать как горожане, так и туристы из других городов. Люди уже давно оценили красоту природы и целебное воздействие на организм соснового леса. Известные художники, писатели, театралы 20 века воспевали в своем творчестве «Жемчужину Рязанского края». Здесь создавались шедевры мировой литературы. А вот о том, что в Солодче можно не только наслаждаться прогулками на свежем воздухе, но еще и проводить культурный досуг, знают немногие. Необычная выставка расположилась в самом центре поселка – в гостинице Боровница, где побывала Алена Куколева. Сюда сбегают от городской суеты, чтобы подышать лесным воздухом и насладиться красотой соснового бора. Но о том, что этот самый сосновый бор вдохновлял таких именитых писателей, как Солженицын, Пустовский и Гайдара, знают немногие. А ведь именно в Солодче они написали свое лучшее произведение. Об этом, как никто другой лучшим, рассказывает известный рязанский скульптор Лариса Лысенина. Солодче всегда привлекало внимание и писателей, и художников, начиная с начала 20 века. То есть красота ее настолько была притягательна, что здесь работал Пустовский, и его произведения по мещерской стороне, его сказки, его рассказы о жителях, о природе, они уже стали просто шедеврами. Современники высоко оценили фотографический таланта Пустовского и признали художественную ценность его снимков. А представленные на выставке работы являются уникальным кровеческим материалом, позволяющим воссоздать исторические реалии жизни Солодча первой половины 20 века. Здесь же вместе с ним жил и фрейрман, а он написал «Дикую собаку Динго здесь». Они здесь очень много воспоминаний о том, как они здесь удили рыбу, как они встречались, какие у них приключения случались. Здесь работал и Аркадий Гайдар, и написал здесь Тимур и его команда. Здесь было написано «Чук и Гек». Впервые Пустовский приехал сюда по совету знакомого священника и буквально сразу же влюбился в эти места. Особое обаяние простого сельского дома и неторопливая размеренность крестьянской жизни стали ценнейшим источником творчества для писателя. Пустовский обращал внимание на жителей деревни, и именно им впоследствии было суждено стать прототипами его литературных героев. Когда в Солочи построили узкоколейку, вот как ее описал Пустовский. Но она была популярной у людей, потому что вот вы видите, сколько народу, а сколько историй было с этим связано. Пустовский пишет, ускакали паровозик был времен Стивенсона. Он ехал медленно, кряхтел, на поворотах останавливался. И можно было увидеть, когда из вагона выкидывали мешок, чемодан, пилы, да и сам хозяин выпрыгивал. А почему? Да ближе до деревни-то. А иногда и древняя старуха выпрыгивала. Снимки были сделаны писателем в 30-х-40-х годах прошлого столетия. Многие его произведения были написаны именно на Мещерском материале. Пустовский проявил себя очень тонким лириком, чувствующим особенности природы средней русской полосы. Здесь он был непревзойденным мастером. И как рассказывает об этом Пустовский, это просто ощущение того, что даже травами солочинскими пахнут его рассказы, когда начинаешь читать. В этом же музее на следующей экспозиции можно увидеть рабочее место другого писателя – Александра Солженицына. Сосновый Бор стал кабинетом и для него. Походный письменный стол, стул, опишущая машинка калибри, радиоприемник с пидолом, фотоаппарата, ручки, карандаши и другие предметы – все это воспринимается как часть музейного пространства. Не только этот патефон служил для того, чтобы слушать пластинки. Он прятал там рукописи. Человек, который прошел ссылку, тюрьмы, человек, который постоянно ощущал к себе пристальное внимание власти, он, в общем-то, вся его жизнь была построена так, чтобы делать свое дело, но и прятать на некоторое время свои рукописи. В Рязань Александр Солженицын приехал после реабилитации в 1956 году, потому что здесь работала в институте его первая жена Наталья Решетовская. В сущности, Рязань – это город, в котором Солженицын стал знаменит. Именно здесь был написан один день Ивана Денисовича. Он прожил в Рязани 12 самых плодотворных лет, а здесь появился «Матрёнин двор» и другие произведения. Здесь он начинает архипелаг ГУЛАГ, круг 1, раковый корпус. Если быть еще точнее, эти произведения он писал здесь, в Солочи. На этом у меня все. Смотрите новости и авторские программы на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова